Здравствуйте! Вы смотрите новости экономики в студии Нина Горюнова. Сегодня в выпуске. Татарстанские антимонопольщики проверят обоснованность повышения цен на бензин. Насколько выросли потребительские цены в республике с начала года. Грузоперевозчики обеспокоены предстоящим весенним ограничением движения. Бензин в течение года может подорожать еще на 10% из-за роста акцизов. Такой прогноз в эфире нашего телеканала высказал президент Ассоциации нефтепродуктов обеспечения Татарстана Ирик Сулейманов. В марте в Казани уже произошел скачок цен на топливо, в среднем на 1 рубль. По данным Росстата, столица Татарстана оказалась лидером среди российских городов по темпу роста цен на бензин. Обоснованность этого повышения проверят антимонопольщики республики. Они уже направили соответствующие запросы к крупнейшим автозаправочным станциям Татарстана. Напомним, представители АЗС ранее заявили, что были вынуждены поменять ценники из-за резкого роста оптовых цен на 20%. При этом, по словам Ирика Сулейманова, стоимость бензина в республике одна из самых низких в Поволжье. Среди 14 регионов Приволжского округа Татарстан занимает 11 место. Частные автозаправки вынуждены сдерживать цены. Их прибыль составляет менее 5%. Мы покупаем все на рынке на открытом, на биржах, доставляем автомобильным транспортом или железнодорожным транспортом до республики. И имея ту небольшую наценку, о которой я уже говорил, на самом деле она не такая большая. Не такая, какая была в 90-е годы, в нулевые. И на сегодняшний день, я не жалуюсь, просто констатирую факт, на сегодняшний день прибыль не такая большая на заправках. Между тем, нынешней ситуацией на топливном рынке недовольны нефтяники. Главы крупнейших нефтяных компаний в марте направили письмо Владимиру Путину с просьбой перенести уплату акцизов с НПЗ на автозаправки. По их мнению, нынешняя система уплаты акцизов лишает нефтяные компании оборотных средств. В числе подписантов письма фигурирует и гендиректор Татнефти. Однако, опрошенные нами эксперты не поддерживают идею нефтяников. Мне кажется, это неправильная идея. Акциз специфический налог, его надо проще контролировать. Ну, производителя, несколько НПЗ контролировать легче, чем большое количество АЗС. Поэтому я не поддерживаю эту идею. Гораздо логичнее собирать акцизы с десятка, чем с тысячи субъектов. Я думаю, проще собрать с заводов. Это, мне кажется, очень логично, как есть на сегодняшний день. И как было и вчера, и позавчера. Акцизы платят с завода. Считаю это правильно. В цену бензина все равно входит этот акциз. Платит его оптовый продавец или платит его заправка. Ну, какая разница? Не суть. Потребительские цены на товары и услуги в Татарстане за первый квартал выросли более чем на полтора процента. Это официальные данные службы госстатистики. По данному показателю, республика занимает восьмое место в Поволжье. Значительнее всего в Приложском округе растут цены в Пермском крае. Плюс 2,6 процента. Наименьший рост цен зафиксирован в Оренбургской области. Татарстанские грузоперевозчики в целом смирились с введением Платона, но заявляют о ряде нерешенных вопросов. Напомним, система платежей за проезд большегрузов по федеральным дорогам действует почти 5 месяцев. Размер платы составляет полтора рубля за один километр пути. За время действия Платона в республике было собрано 287 миллионов рублей. По словам грузоперевозчиков, расходы предприятия с введением Платона, конечно, увеличились. Часть затрат, как правило, компенсируют заказчики, ведь тарифы на перевозки вернулись на прежний уровень. Владельцы большегрузов заявляют, что готовы платить все сборы, но в разумных пределах. С 15 числа идет фактическое ужесточение действия Платона. Параллельно сразу же закрывается на весенние ограничениях дороги. Нас вчера обрадовали то, что и федеральные дороги планируются закрыть. Конечно, у нас есть полное нетопонимание, почему мы платим Платон за дороги. Еще и мы весной должны не ездить. Переоборудование тахографа – это тоже дополнительные расходы, потому что мы должны уже следует поменять наши тахографы на электронные. И у нас получается наш автомобиль грузовой обвешан как елка, становится всевозможными бортобыми устройствами. Там тахографы, Платоны, Глонассы и тому подобное. Фактически весь автомобиль будет в системах каких-то, он едет и только успевает штрафы заплатить. Никаких льгот за все существование вот этой транспортной области перевозчики никогда не получали. Мы во всем виноваты и нас сейчас представляют в таком невыгодном свете, что мы какие-то там маргиналы, не платим налогов и прочее. Мы платим очень хорошие доходы, их просто никто не может нормально посчитать и показать реальную картину. Напомним, в системе Платон зарегистрировалось более 5000 татарстанских перевозчиков. Это один из самых высоких показателей в стране. Почти 600 злостных неплательщиков в Татарстане были лишены водительских прав. Это данные за первый квартал этого года. Судебные приставы республики активно пользуются новым методом борьбы с должниками, который начал действовать с 15 января. Он позволяет запрещать управлять машиной тем неплательщикам, у которых есть долги по алиментам или административным делам в сумме более 10 тысяч рублей. Сначала выносится предупреждение, а если в течение пяти дней не будет реакции, то должник автоматически лишается автомобильных прав. Новые меры воздействия уже принесла первые плоды. 5000 водителей-должников получили последнее предупреждение. 584 человека временно лишились водительских прав. Те же, кто не захотел расстаться с правами, погасили долги на общую сумму 9 миллионов рублей. У меня, конечно, двоякое такое мнение. Ограничивать праве управления из-за штрафов, которые напрямую не связаны на безопасность дорожного движения, я считаю, все-таки это не совсем правильное решение. Но используя именно вот такой, конечно, инструмент, естественно, это будет эффективно. Напомним, что неплательщики также могут лишиться права выезда за рубеж. С начала года 10 тысяч татарстанцев уже стали невыездными. К сравнению, за первый квартал прошлого года таких было 3000 человек. Это были новости экономики. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова